А мы приехали на конечную, станция Светлогорск-2. И вот море, ребята, шумит, зовет. Главный герой этого застолья. Все, похоже, мы разбогатели, мы богаты теперь. Расцверепел, разгневался, шторм такой поднялся. Светланка у нас прикупила себе сережечки. Да, очень красивый янтарь, такие квадратные серьги. У вас очень прикольная работа, я вас поздравляю. Ой, спасибо, нам тоже нравится. Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Три Билета. Привет! Доброе утро, друзья. Продолжается наш отдых в Калининграде. Сегодня у нас последний полноценный день. Поедем в Светлогорск, поедем в Зеленоградск. А пока идем на завтрак. Кстати, друзья мои, что-то я заметил, что мало подписок идет на наш телеграм-канал. Подписывайтесь обязательно, есть ссылочка в описании. Там мы опубликуем наши планы на будущее, а также кое-какие интересные фотографии из нашей жизни, из наших путешествий. Небо в Калининграде снова представляет из себя одну большую темную, темную сиреневую тучу. Нет никаких шансов на солнышко. Калининград нам не дает. Девочки, приятного аппетита. Светик уже вовсю уплетает. Алиска себе хлопьев намутила. Картошечки немножко взяла. По сачку. Ну а я вот взял себе тоже картошку, сосиски, сырок. Ну, в общем, все вы видите. И очень классная выпечка здесь. Говорят, что во всем Калининграде делают ее хорошо. И вот здесь тоже тортики какие-то. Мы вчера пробовали. Прямо объедение пальчики оближешь. Напомню, наш отель расположен прямо вот в одном здании с огромным торговым центром под названием Европа. И можно хоть в тапочках, хоть в халате белом выйти сюда и прогуляться. Посмотреть, что продают. Очень удобно, я считаю. Сейчас немного пройдемся. Нужно кое-что посмотреть. А, еще рано. А мы собрались, да, по магазинчикам пройтись. А все еще закрыто. Даже детская игровая комната выполнена в таком калининградском стиле. С этими немецкими домиками. С разноцветными фасадами. Но пока ни детей, ни вообще посетителей здесь нет. Потому что все еще закрыто. Сейчас 16 минут 10-го. В эти дни проходит чемпионат мира по футболу в Катаре. Я футбол как-то не очень смотрю. Тем более наши не играют. Но вы видели, что сотворили Саудовская Аравия и японцы. Это же просто бомба. Я вот иногда на ютубе смотрю просто лучшие моменты каких-то определенных матчей. Которые хочется посмотреть. Но саудовцы и японцы, конечно, просто бомба. Кстати, напишите, смотрите вы чемпионат мира или нет. И если смотрите, то за какую команду болеете. Действительно, очень удобное месторасположение нашего отеля Европа. Все рядом. Сейчас вот мы пойдем, пересечем площадь Победы. И совсем недалеко будет северный ЖД вокзал. От которого ходят электрички и различные маршрутки. Автобусы до Светлогорска или Зеленоградска. Все. Я думаю, что сейчас буквально минут 10 и мы окажемся на месте. Там уже будем разбираться, что удобнее, что комфортнее, что быстрее. Электричка или автобус. Я хочу на электричке. Ну вот мне тоже почему-то я склоняюсь к электричке. Как-то мне кажется, это будет интересней. Но сейчас разберемся на месте. Вот такие старинные трамвайчики тут ходят. Улица Бассейная, улица Дюнная. Но на самом деле, конечно, не только вот такие старенькие трамваи здесь. Есть и современные, мы видели. Мне очень нравится вот именно такого старинного типа. Прям классно. Так, пересекаем площадь Победы. И вот где-то вот в той... А вот он, наверное, с часами здания. Может быть, это и есть вокзал. Огромный храм Христа Спасителя. Почти такой же, как в Москве. Здесь Калининградский пассаж. Кто-то украл буквы. Остался просто Калининградский светик. Нам, наверное, налево. Я думаю. Так. Что мы здесь наблюдаем? Опять бесконечные вот эти киоски с кофе и круассанами. Шапочки. Всякие вязаные изделия. Да, вот, ребята, пожалуйста, железнодорожные пути и поезда, увозящие местных жителей и туристов к морю, к холодному Балтийскому морю. Весенок, я думаю, что мы успеем, потому что, сказали, ходят электрички каждые 15 минут. Собака. Косплейец собак в Турции тоже такая развалилась по середине дороги. Сейчас мы, наверное, все-таки поедем в Светлогорск первым делом, потому что, насмотревшись разных блогеров, мы решили, что по Светлогорску нужно погулять подольше, посвятить ему больше времени, чем в Зеленоградску. А в Зеленоградске там, в принципе, только одна основная улица с кошками. Вот, и туда мы, наверное, поедем на такси потом ближе к вечеру, когда стемнеет. Там очень много иллюминации, освещение хорошее. Мне кажется, как раз-таки вечерком по Зеленоградску прогуляться будет самое то. Так, девчонок отправил занять очередь в кассу. Вот, нам нужен Светлогорск-2. В 11.09 отправление с 23-го пути. Сейчас 10.42, то есть осталось буквально 18 до плюс 9 27 минут. О, раз, Светик сюда прикладываем, два, три. Ну что, ребятушки, три билета до Светлогорска обошлись нам примерно в 250 рублей, я уже забыл. Ну так, порядок цифр просто называю. Самое интересное, что детский тариф на Алиску не смогли посчитать, потому что не подходит свидетельство о рождении, Светик, а нужна справка из школы, ни больше, ни меньше. То есть еще бы анализы попросили. В общем, очень странно. Ну ладно, в любом случае, ценник невелик, поэтому всего 250 рублей. Нет, это нам понадобится. Давай я сохраню на выходе. Алиска, ты мне вернула, да? Да. Все, 23-й путь. Вот сейчас, куда народ идет, туда и мы. Курс режется в камень. Ждем. Осталось буквально несколько минут до посадки. Кстати, друзья, никаких автобусов, маршруток мы не увидели. Возможно, возможно, нужно обойти ЖД вокзал. И подозреваю, что там какой-нибудь автовокзал находится. Но это не точно. Вот это поворот. 23-й путь. Не так прост, как кажется. Нужно еще спуститься вниз. Классно. Во, действительно, платформа внизу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вон сидит мальчик на желтой машине. Я ему помахал, он мне тоже. Давайте еще разок. Ну давай, родной, помаши еще разок. Во! Во! Молодец! Алиска тоже помаши ему. Какой-то он грустный. Светлогорск 2. Светлогорск 2. Все, пойдем. Так, станция Светлогорск 1. Это, я так понимаю, центр города. А мы приехали на конечную станцию Светлогорск 2. Если к морю, то сюда. В пути, ну, почти час. Сейчас 12.03, выехали в 11.09. Говорят, до Зеленоградска ехать примерно в два раза быстрее. Путь короче в два раза. Минут 30, наверное. Но не проверяли. Перебраться из Светлогорска в Зеленоградск, пока не знаем как, скорее всего, на такси. Во всяком случае, когда мы прилетели в Калининград, таксист сказал, что только на такси. Но, мне кажется, наверняка должны ходить какие-то маршрутки. Ладно, это мы будем разбираться уже потом. А сейчас, друзья, знакомимся со Светлогорском. Вышли из вокзала. И здесь прям такая уютная атмосфера. Такая камерная, приятная, милая. Наверное, летом здесь вообще замечательно. Ищем канатную дорогу для того, чтобы спуститься к морю. К морю на променад. Куда-то написано направо. Но тут все закрыто, перекрыто. Она вообще работает? 7 ноября 2022 года канатная дорога закрыта. На Планово предупредительный ремонт. Вот вам и прокатились, называется. Увы и ах. Поставили какие-то эти поддоны деревянные. Перекрыли вход. Несмотря на то, что сейчас плюс 3 градуса, но очень холодно. Видимо, ветер с моря дует. Ветер с моря дул, нагонял беду. Девчонки замерзли. Идем куда-нибудь в кафе. Хочу зайти в янтарь посмотреть еще. А, ну конечно. Мы же в Светлогорске, как без янтаря. Идем смотреть янтарь. Как и в любой уважающей себя лавочке с янтарем. В магазине с янтарем. Здесь большой выбор. Пожалуйста, есть и бусы, и колье. И браслеты на руку. Вот огромные бусы. Тут какая цена? 9 900. 12. Ну в общем, в районе 10 тысяч рублей. Вот эти вот с огромными янтарными камнями. Здесь сережки в серебре. Серебро 925-й пробы. 4 081 рубль. 3 733. В общем, по ценам примерно понятно. Зашли с девочками в круассан-кафе. Обратите внимание, какая тут симпатичная выпечка. Хваленая калининградская. Мы уже успели попробовать. Действительно, очень вкусно готовят все эти кондитерские изделия. Эклер соленая карамель 220. Какие-то вот симпатичные корзиночки, пирожные. Шумалина 320. О, это просто произведение искусства. Малина базилик 310. И вот здесь я заметил, вот меня влекут вот эти круассаны. С красной посыпочкой, с клубникой. Обязательно надо попробовать. Но я думаю, надо сначала пообедать чем-нибудь посерьезнее, а потом уже испробовать круассан. Вот такой я обязательно возьму. Здесь не только выпечка, друзья мои. Смотрите, тут можно и позавтракать. В салатике вот есть различные. Цезарь с курицей 420. Супчики. Суп немецкий с колбасками 295. Практически то же самое по цене, по-моему, как мы вчера ели в Калининграде. Начали приносить нам еду. Вот у альвийских круассан. Называется три сыра. Горяченький, подогретый. Прям сыр с него стекает. Красота. И здесь какао. Мне принесли пиво светлое. А у Светика какой-то кофе. Да? У меня еще супчик будет. Ждем еще супчики. И еще круассанчик один я заказал. Тот самый красный. Пока Светик делает фотографии для Инстаграма, нам уже принесли супчики. Вот это куриный. На двух огромных тарелках. А это луковый супчик. О, какой горячий. В горшочке. Главный герой этого застолья. Круассан с клубничкой. Горяченький. С клубничкой. Очень вкусный. Итак, поели мы на 1600 рублей. Получилось два супчика, два круассана, пиво, кофе и какао. Все хорошо, все вкусно. Но единственное, что очень нерасторопное у нас был. Серега официант. Как-то все так медленно и печально. Плюс хлеб не принес. Хотя мы с ним даже его долго выбирали. Условились, что это будет зерновой хлеб. Ничего он не принес. Ладно. Самое главное, было вкусно. Сейчас мы идем по улице Ленина. Она находится на возвышенности, я так понимаю. И идет параллельно променаду. То есть буквально метров сто. И там уже море. Сейчас спросили у женщин, продавщиц, говорим, как спуститься туда. Потому что канатка не работает. Она сказала нам, что нужно пройти до спара. И потом уже спуститесь по лестнице к морю. Идем. И я прям начал узнавать вот эти вот места. Я напомню, что здесь был уже в 2009 году один раз. Ну так, мы здесь жили, нас привозили на конкурс ТЭФ и регион. Здесь финал проходил в Светлогорске. Финал был в Калининграде. А жили мы в какой-то гостинице в Светлогорске. Уже столько лет прошло, я даже не помню. Какой-то старый домишко. Но какой-то не очень облагороженный, назовем это так. Но довольно симпатично. Здесь вот можно выкупить, наверное, этот участок. Привести его в порядок. А давайте посмотрим, сколько стоит недвижимость. Вот именно здесь, в этом районе, на улице Ленина, по которой мы сейчас идем. Так, заходим опять на сайт недвижимости. Ну вот ЖК Альтплац 2, 16370. Штольц какой-то, кристалл 12250. Вот Легенда Светлогорска, 22 миллиона двушка. Однокомнатная, 15500. Вот ЖК Альтплац 1, 10 миллионов, двухкомнатная, 48,8 десятых. Ну вот, от десяточки до двадцатки, так сказать. Ну, цены кусаются, но зато у моря туристическое место. Смотрите, красота какая кругом. Вот особнячок прямо у моря, улица Динамо, 5. Смотрите, какой симпатичный. Здорово, здорово. Прям, блин, красиво. Гаражик. Такая парадная, широкая. Крыша под черепицу сделанная. Здорово. Светик заприметил, и там еще голубенький какой-то, серо-голубой домик. Подойдем. Что, Свет, нравится тебе такие домишки? Да, вот этот берем голубой. Берем вот этот, да? Динамо 3. Угу. С видом на море. Почему бы и нет. Здесь идет какое-то строительство. Видимо, облагораживают участок набережной. Написано на плакатах, скоро здесь будет красиво. Ну вот, наверное, сейчас по деревянным этим вот лесенкам мы спустимся туда дальше, пройдем. И там, надеюсь, уже будет место, где можно прогуляться. Все перекопали, видимо, укрепляют берег. Потом положат брусчаточку. Вон, сваи бьют. Ну, тогда пойдем направо по этим деревянным мосткам, по деревянной лестнице. И дальше уже набережная виднеется. Завтраки и закаты называется кафе. Очень романтично, на мой взгляд. А вот лифт, смотрите, наверху, обзорная площадка. То, что, про которую нам говорила женщина-продавец. Идет укрепление берега. Здесь нахоклились голуби, чайки. У них тут тусовка птичья. И вот море, ребята, шумит, зовет. Нужно срочно к нему спуститься. О, девчонки уже ушли. Догоняем. А вот, смотрите, люди ищут янтарь. Наверное, нам нужно тоже спуститься, поискать камушки какие-то. Наверняка был какой-нибудь янтарный шторм. И вынесла кучу янтаря. Чайка пытается проглотить огромный кусок хлеба. Не может давиться. Ну, давай, 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 давай. Проглотит или нет? Делаем ставки. Нет, не проглотит. Хлеб, видимо, о, проглотила. Ушки. Да. Ничего себе аппетит какой, а? Подружка. И крошка еще. И крошка еще, да. На десерт. Спустились к морю. Давайте потрогаем водицу. Главное, не промочить ноги. Ну, холодная, холодная вода. А ничего другого я, конечно, и не ожидал. Янтарь и Калининградская область, они, конечно, неразлучны. Что мы знаем о янтаре? Это застывшая смола древних деревьев. А когда-то на Руси янтарь называли Алатырь, камень Алатырь, камень Белгорюч. Если помните, есть такая группа Челябинская Риэль. Про камень Белгорюча не пели. Это про янтарь все, друзья мои. Греки называли его электроном. Недавно мы услышали одну легенду о происхождении янтаря. Легенда эта литовская. Итак, как дело-то было? В общем, в Балтийском море на дне находился замок дочери морского царя. Замок красивый, большой. И вот однажды царская дочка всплыла на поверхность и встретила обычного человека, обычного парня-рыбака. Влюбилась в него без памяти. Решила выйти за него замуж. Но как только батя узнал об этом, расцвирепел, разгневался, шторм такой поднялся. В общем, разгорячился царь морской и разрушил, значит, этот замок своей дочери. Пустил молнию в рыбака, ничего не подозревающего молодого человека. Убил его к чертям. Приковал свою дочку к развалинам этого замка подводного. И все, она сидит, рыдает с тех пор. И вот эти ее слезы, это мелкие камушки, мелкий янтарь, который море выбрасывает сюда вот наружу во время шторма. А крупные янтарные куски, это вот обломки ее замка, ее дворца подводного. Вот такая литовская легенда. Вот как все было на самом деле. Так, Алиска тут вот у нас насобирала каких-то камушков. Возможно, янтарь, возможно, галечка. Сейчас еще поищем. Давай, Алиска, давай искать. Вот здесь нужно рыться, мне кажется. Здесь куча всего интересного. Уважаемые зрители, смотрите, Алиска нашла вот это вот 100%, мне кажется, янтарь. Смотрите, какой кусочек. Вот прямо янтарь, янтарь. Нас захватила янтарная лихорадка. Ищем, ищем, где он янтарь. Алиска нашла один уже кусочек янтаря. Где? Показывай. Ну-ка. Похоже на янтарь, да. Осторожно. Ага. Это нифига не янтарь. Знаете, мы с Алисой, как грибники, которые после похода в лес хвастаются друг перед другом, кто какие грибы нашел. Только мы хвастаемся янтарем. Я вот нашел, смотрите, вот такой вот темно-красный какой-то янтарь, по-моему. А может быть, бутылочное стекло, но мне кажется, что все-таки янтарек. У Алиски тут вот это вот явно стекло, Алиска, от зеленой бутылки. А вот это янтарь. После того, как нашли несколько маленьких кусочков янтаря, очень сложно себя заставить идти вот так вот прямо смотреть перед собой. Ой, блин, все время хочется посмотреть вниз, может быть, где-то под ногами лежит большой кусок янтаря и ждет нас, пока не нашли. Очень хороший песочек на этом пляже. Он такой мелкий, его прям очень-очень много, нога проваливается. Очень круто, я думаю, во время пляжного сезона по такому песочку погулять, полежать на нем. Хороший пляж. Здесь винный какой-то бутик, а дальше уже лифт ведет на панорамную площадку. Даже не знаю, вход свободный или нет. Это выход написано, Светик. Вон там вход, наверное. Написано с Новым годом. Или это вход куда-то... Ага, вижу, стоимость билета составляет 80 рублей, чтобы подняться наверх. То есть не бесплатно. Что, пойдем? Пошли. О, здесь тепло, хорошо. И вкусно пахнет. Средняя проходимость 4500 человек. Это когда, за сутки что ли? Вряд ли. Смотрите, вот, билет в одну сторону 80 рублей, билет туда и обратно 160. Обратно мы, Свет, будем спускаться сюда, к морю? Или пока нет? У нас тут нет. Да? Да, мы сейчас можем вверху билет взять. А, отлично. Так, в одну сторону, раз, два, три. Перейти к оплате, итого 240 рублей. Купили три билета. Алиска, погоди. Обожди, вот сюда прикладывай. Нет, 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 нет. Ну, Алиса, приложи нормально. Не балуйся. Вот сюда. Вот. Вот. И я. Третий билет. Так. Что, вызываем лифт? Алиска, не стесняемся. Заходим. Нажали кнопочки вверх и вниз. Привет. Да, жалко, что тут стекло. Можно было бы протянуть руку и своровать чего-нибудь. Какой-нибудь дорогой коньячок. Вау. О, да. Вау. Вау. Владолаз, привет. Вау. А мы там были, водолаз. И ноги себе промочили. А в Анталии такой лифт. Бесплатно. Да. Плохо. Приехали. Ох, это, блин. И тут сверление. Порой, знаете, в субботу или воскресенье у нас дома просыпаешься от этой дрели. И здесь эта дрель. Смотрите, какая массовая, вообще тут массовое строительство. Приводят к сезону набережную в порядок. Строят, видимо, какие-то магазины, кафе. Все будет четко. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас проходим мимо Янтарь-Холла, театра эстрады. Если я не ошибаюсь, именно здесь проходят концерты КВН «Голосящий Кивин». Раньше проходили в Юрмале, сейчас здесь, в Светлогорске. Смотрите, какой огромный театр построили, современный. Ну, классно, классно, развивается город. Поскольку мы любители Турции, волей-неволей сравниваем, да, сервис там и так далее. Ну, реально, вот этот вот смотровой лифт, ну, 80 рублей с человеком, не знаю, за что могли бы сделать вообще бесплатно. По идее, ничего там такого сверхъестественного, ну, лифт поднимает наверх и все. Плюс, вот мы были в кафе круассаны, где продают. Написано там везде несколько табличек, типа, туалет только для посетителей кафе. В той же Турции ты можешь зайти в любой кафе, в любой ресторан, ведь там никто и слова не скажет. То есть все, как бы, клиентоориентировано, все для туристов. Пожалуйста, проходите. Торговый центр под названием «Раушен». Выглядит просто замечательно, такой, знаете, как пряничный домик. Его так назвала Светлана. Приятное место, приятное. Вот это вот туристические улочки здесь, в Светлогорске, прямо очень умиляют. Очень нам нравится. Местный житель тут прячется. Привет, друг. Борода черная, сам, блин, черно-белый. Котейка. Сейчас, Алиска, найдем тебе единец. Ну, пришел его черный друг. И пришел рыжий. Три мушкетера ждут, когда им дадут еды. Сами такие, смотрите, лощеные, упитанные. Ну что, друзья, как вам тут живется в Светлогорске, рассказывайте. Не холодно ли? Ждем Светланку. Она у нас зашла вот сюда, в этот магазинчик, калининградский янтарный комбинат. Попросила у нее знакомое, какой-то то ли сережки, то ли что, я не знаю, или, черт, да, янтарное какое-то ювелирное украшение. А вот, видимо, они с ней сейчас переписываются, выбирают, что нужно купить. О, заходишь в тепло, и так становится хорошо на душе. Я имею в виду, можно комплектом, можно разбивать. Это сережки и колечко, да? Да. Так, сережки стоят 1202 рубля, 50 копеек, неожиданно. Светланка, кто себе присматривает, вот сережки такие, колечко. Может быть, вот таком колечко? Колечко стоит 976. Вот есть сережки вот такие симпатичные, квадратные, 2,5. Светланка у нас прикупила себе сережечки. Да, очень красивый янтарь, такие квадратные серьги. И, кстати, вот этот янтарный комбинат, огромный выбор янтаря и довольно недорого. То есть мы вот до этого, где были, да, в каких местах, янтарь дорогой. А здесь я прям даже удивилась, то есть там за тысячу с копейками вы можете взять себе и серьги, а кольцо вообще и 500, 600, 700 копеек. Так, хвастайся, что там? Так, вот такие вот сережечки, тут разный янтарь. То есть есть вот такой вот коньячный, да, и тут вот какой-то вот еще он такой матовый. В общем, на ценнике написано было 2,500, я расплачиваюсь на кассе, а там высвечивается 1950. Оказалось, что на продукцию какую-то вот отдельные, на какие-то сережки, я не знаю, вот скидка оказалась 20%. Ну, приятно. В общем, да, красивые, да. И Светлогорска, опять же, это сувенир и такая память. Сувенир и украшение, которое не просто будет лежать на полке, а можно выгуливать. Которое ты надеваешь и сразу вспоминаешь, где оно было приобретено. Гораздо интереснее. Зашли в лавочку со сладостями, потому что Алиска уже полчаса конючит, ей нужен леденец. Алиса, выбирай. Вот тут разные всякие, смотри, лошадки. Сладкие вот эти вот кругляшки, палочки, все, что хочешь. Кстати, я тут заметил еще один вид янтаря, который мы еще не видели. Янтарь с берегов Балтийского моря, 189 рублей. Он съедобный, друзья мои. Пожалуйста, леденцы. Ой, спасибо огромное, Аня. Очень приятно. Вкуснее не едал. Что это? Карамель, короче, на работе. Спасибо. Алиса. Да, удачи. Подходи. Пожалуйста. Ну и, конечно, можно понаблюдать за изготовлением карамели. Наверное, нужно иметь очень сильные руки, чтобы вот так вот каждый день катать вот такие вот колбаски карамельные. А вы любите, подскажите, карамель? Или вы уже объелись ею и... Мы любим, но мы уже объелись. Классно. Когда новые вкусы придумываем, то попробуем. А вы сами придумываете вкусы? Ну, бывает, да. У нас есть минс, есть? Какой-нибудь принятый копчик? Есть. Ну, вот. Есть линковки, да. Там разные ароматизаторы смешаны. Угу. Ну, что-то типа, какие-то колаты ложные мешают. Ну, только из-за того, алиса. Да. Или что-нибудь такое, как клюкву с апельсином. Жвачка какая-нибудь. Да, какую-нибудь жвачку. Ясно. Экспериментируем. У вас очень прикольная работа. Я вас поздравляю. Ой, спасибо. Нам тоже нравится. Хорошего дня вам. И вам хорошего дня. Угощите еще. Нас снова угощают. На этот раз теплой карамелью. Ммм, классно, тепленькая. Сейчас, в конце ноября, это особенно актуально. Ммм, она горячая. Она горячая, классно. Походите, вы тоже горячая. Супер. Ребята, будете в Светлогорске, обязательно заходите в эту лавочку. Называется она? Карамельково. Карамельково. Зеленоградский в Каренградии. Во. Сейчас мы как раз едем в Зеленоградске. Обязательно и там зайдем. Зайдите, там особая атмосфера. Спасибо. Классно, вкусно. А это самый важный кот Светлогорска. Смотрите. Король котов. Король котов поглядывает на прохожих. Не боится. Какой красивый. Какой жирненький. Да, классный кот. Еще такой закрыл лапу. Позирует. Сидит. Итак, гуляем по Светлогорску, еще немножко тут потусуемся и поедем на такси в Зеленоградск. Друзья, это был канал Три Билета. Помните, что если вы покупаете туры через Травелату, то вы всегда можете получить скидку от нашего канала. Для этого достаточно перейти по ссылочке, которая есть в описании к этому видео. Там же есть промокоды. По ссылочке перешли. При оплате тура вводите промокод и получаете очень приятную скидку. Спасибо, что вы с нами путешествуете по Калининградской области. Дальше из Зеленоградск. Друзья, не пропустите следующее видео. А под этим пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. Скоро увидимся. Пока-пока. 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 Пока-пока.